Одна из чудовищных трагедий в истории человечества. Накануне и сегодня во всем мире вспоминали жертв Холокоста. 27 января 1945 года советская армия освободила крупнейший нацистский лагерь смерти Освенцим в Польше, где по разным оценкам погибли от полутора до четырех миллионов человек. В результате Холокоста, отпыток, болезней, непосильного труда и бесчеловечных экспериментов погибли 6 миллионов евреев. Сегодня Израиль, евреи, находятся в состоянии войны. Уже третий месяц государство противостоит террористической группировке Хамас. Продолжим обсуждение с гостем нашего эфира. На связи с нами Михаил Финкель, специалист по международному праву и международной политике, комментатор политических и религиозных вопросов. Михаил, приветствую вас. Добрый вечер, здравствуйте. Итак, прежде всего я выражаю соболезнования еще раз всему еврейскому народу в связи с очередной годовщиной Холокоста. Михаил, какую параллель сегодня можно провести между событиями того периода и тем, что происходит сегодня? Речь о войне Израиля и Хамас. Я благодарю вас, во-первых, для меня большая честь снова быть в эфире вашего канала, с вашей прекрасной аудиторией. Я очень люблю Азербайджан, ваш народ. И спасибо, что вы помните о таких памятных датах нашего народа. У меня многие в моей семье были убиты во время Холокоста немцами. И два моих деда воевали в составе Красной Армии против коричневой чумы. Вы очень правильный вопрос задаете о том, о параллелях. Фашисты, террористы, они не только были под знаменем Гитлера, они сегодня у нас в Газе. Они окружают нас, они говорят, что нужно уничтожить каждого еврея. И вот я хочу сказать, что вчера Израиль выиграл в Гагском суде. Нас обвиняли ложно в том, что мы якобы проводим геноцид. Из 17 судей 15 вынесли вердикт за Израиль. Никакого геноцида нет. Перед тем, как сделать каждый выстрел, мы 10 раз все проверяем. Американские военные проверяют наши выстрелы тоже. Мы предупреждаем мирных жителей Газы. Листовки на арабском языке идут. Кромкоговорители. Мы эвакуируем людей на самый юг границы с Египтом, чтобы они не попали в зону боевых действий. Но Хамас использует и их как живые щиты, потому что это террористы и подонки. И параллель один в один. И мы очень ценим роль президента Азербайджана, господина Алиева, и народа Азербайджана, который в абсолютном своем большинстве поддерживает нас. И никто другой никогда не отзывается так тепло о нас, как вы, дорогие мои. Я это вижу постоянно. Михаил, вот как раз таки про ЮАР вы сказали. Мы знаем, что они, как вы сказали, подали в суд на Израиль. Наконец-то вот решение суда, которое мы все тоже очень ждали. Хотелось бы прокомментировать все-таки в целом позицию Африканской республики и тех, кто ее поддерживал. Почему на ваш взгляд здесь не идет речь о геноциде евреев? Мы все хорошо помним, как события начались 7 октября прошлого года. Почему об этом не говорят? Вы знаете, судьи почти единогласно вынесли вердикт за нас, потому что Израиль предоставил им тот фильм, который не показывает никому, чтобы не наносить преднамеренно эмоциональный и физический ущерб людям. Фильм, где видно, как хамасовцы насилуют людей, сжигают, приковывая к батареям детей с родителями, отрезают головы детям, спарывают животы беременным женщинам и всякие прочие жуткие ужасы. И законодательство многих стран не разрешает показывать это обывателям. Но судьям это все было продемонстрировано, как и всем лидерам многих стран мира, которые поддерживают нас. ЮАР имеет бизнес-связи и с Иранской республикой, и с Хизбаллой, которые инвестируют в эту страну, которые не брезгуют ничем и действительно следуют формуле Веспасиана, что деньги не пахнут, и кооперируют со террористами в разных других бизнес-проектах. Отсюда и такая реакция. Ну, как юрист уже скажу, для того, чтобы подать иск, нужно, чтобы был ущерб. Будь то стране или будь то индивидууму. ЮАР никакого отношения не имеет к войне в Газе и не является стороной конфликта, и никакого ущерба не имеет. Поэтому это все лопнуло, и слава богу, что восторжествовала справедливость, здравый смысл и правда. Те, кто осуждают сегодня Хамас, они осуждают и гитлеризм. Скажу еще одну вещь, о чем, может быть, не знают ваши зрители. Наши солдаты нашли очень много книг «Майн камф» Гитлера в переводе на арабский язык в логовах и в различных туннелях Хамаса. То есть этот ублюдок, он очень ценится у них, и один из духовных лидеров Хамаса, это бывший верховный муфти Иерусалима, родной дяди Ясера Арафата, Хадж Амин Аль-Хусейни, он был другом Гитлера. И он благословлял создание дивизии СС, как арабских, так и боснийских, к сожалению. Поэтому вот такая вот связь поколений, такая вот связь времен. Но добро побеждает зло, сектор газа почти полностью под нашим контролем, а Израиль, конечно же, вернет назад наших заложников. Напомню, еще более 120 человек находятся в плену у Хамаса. Самому младшему из них один годик он исполнился там, они украли их, они увезли их. Женщин насилуют там всех подряд, но и мужчин практически тоже всех подряд. Мне больно об этом говорить, но это говорят наши заложники уже освобожденные. Это звери, это не люди, они позорят достойное имя настоящих мусульман. И вот для меня, когда меня спрашивают, кто такие настоящие мусульмане, я говорю, посмотрите на азербайджанцев. Вот это настоящие мусульмане. Спасибо большое. Михаил, как раз таки говоря все-таки о войне, мы следим с первых дней за тем, что происходит. И, казалось бы, ожидаем конца. Когда это произойдет, как сейчас обстоит ситуация. Вы знаете, горячая фаза войны может закончиться через два месяца в секторе газа. Но зачистки, потому что под газой построен метрополитен длиной в более чем 750 километров. На глубине более 50-70 метров, смотря где. И пока мы всех достанем, это может занять по прогнозам нашего генштаба аж до сентября следующего года. Самое главное перекрыть границу с Египтом, через которую под землей текло иранское оружие и иранские наличные деньги через египетский Синай в сектор газа. За всем этим стоит Иран. Но даже если мы закончим скоро войну с газой, у нас очень скоро может начаться еще одна война. Это с группировкой Хезбалла, а другим прокси Ирана, их верным цепным псом, который находится в Ливане. То есть все на грани того, что может начаться война на Втором фронте. Потому что они обстреливают нас. И 150 тысяч граждан Израиля с севера Израиля, с границы с Ливаном, сегодня не живут в своих домах. А эвакуированные живут в гостиницах за счет государства в центре страны. Поэтому ситуация не такая простая. Но мы победим. Как израильская общественность сегодня относится к нынешней ситуации, к тому, что происходит? Живут с опаской или уже привыкли к такой ситуации? Нет. Вы знаете, я горд тем, что люди как братья. Все помогают всем. И даже, вы знаете, был недавно опрос, Сергей, у нас есть 2 миллиона арабов, мусульман, граждан Израиля. Даже многие из них говорят, это наша страна. Многие бедуины воюют в особых арабских батальонах в израильской армии, потому что в заложники были взяты Хамасом и бедуины, и убиты были бедуины, и арабы. Поэтому нужно понимать, что Хамас и Ижи с ними, и Хизбалла, и такие террористические группировки, они враги и мусульман, и арабов, и всех людей, всех национальностей, а не только Израиля или евреев. Есть ли у Израиля сегодня международная поддержка? Неоднократно совершали визит представители США? Чем-то дело закончилось? Что конкретно происходит? Конечно. Тотальная поддержка от практически всех стран Евросоюза. К нам приезжал и Шольц, кальцер Германии, и премьер-министр Великобритании, и президент Франции Макрон, и, конечно же, президент США Байден. Америка с первых дней прислала огромный авианосец, чтобы нам помочь, потом ядерную подводную лодку, чтобы нам помочь, которая находится в наших водах. 15 тысяч американских солдат и офицеров находились здесь, чтобы помогать нам. Огромное количество добровольцев из Америки приехало к нам, в основном это евангелисты, христиане. Например, стала большая проблема, как собирать урожай, потому что все было под обстрелами. Так приехали фермеры из Америки помогать собирать урожай на наших землях. Огромное количество из Америки приехало добровольцев, врачей, инженеров, пожарников. То есть Америка повела себя очень-очень хорошо, по-братски, на самом деле, очень сильно. Из Европы, опять-таки, полная поддержка юридическая. Полная поддержка была дана нам Южной Кореей, Японии, Австралии, Канадой и так далее. Список стран огромный. Все нормальные, здравомыслящие страны поддерживают нас. И мы, конечно, понимаем, что не все могут открыто нас поддерживать. Есть масса подводных камней, но многие, даже кто не смог нас открыто поддержать, звонили нам и говорили, мы с вами. Потому что терроризм это угроза для всего человечества. Михаил, вот все-таки, говоря о заложниках, это самая больная тема, вы уже затронули, говорили об этом. Если в прошлом году на несколько дней все-таки был режим, так скажем, прекращения огня, состоялся обмен заложниками и заключенными, то в этот раз обсуждается ли как-то этот момент? Или уже больше нет никаких переговоров? Переговоры идут в Катаре, переговоры идут в Европе, но Хамас выставляет те требования, которые невозможно удовлетворить. Он говорит, мы отпустим заложников в обмен на троекратно большее количество заложников, террористов, находящихся сегодня в израильских тюрьмах. И плюс на полное окончание войны. Но если мы сегодня закончим войну, то Хамас останется у власти. Снова оперится, снова получит деньги от своих спонсоров, через два года отстроит газу, получит оружие от Ирана, потому что граница с Египтом свободная. Понятно, что египетские пограничники несут свою службу, там не все коррумпированы, но даже под границей построены туннели. Есть коррумпированные пограничники, и тогда удар будет еще более страшный, чем сегодня. Мы обязаны лишить Хамас власти, мы обязаны привезти туда ту администрацию арабскую, которая будет не радикальной, которая будет умеренной, которая будет работать там на благо арабского народа и кооперируясь с Израилем, не желая нам смерти и зла. Сегодня говорят о том, что такое мнение бытует среди экспертов, что даже если Израиль победит Хамас, полностью ликвидирует эту террористическую группировку, то у них все равно будет очень много продолжателей этого дела, так скажем, потому что молодежь, подрастающее поколение, они все полностью вырастают на такой идеологии фашизма, так скажем. Что дальше? Это бесконечная такая война? Нет, вы знаете, вот говоря о дне Холокоста, когда американская армия вошла в свою зону оккупации Германии в 45-м году, и там была создана потом ФРГ, они перевоспитывали молодых немцев, которые все были нацистами. Когда им показывали фильмы об ужасах Холокоста, многие немцы смеялись, они были членами Гитлер-Югента, юного движения СС, они смеялись, но потом выросло поколение нормальных, адекватных людей с демократическими ценностями. Мы в Израиле верим, что палестинскую молодежь можно и нужно перевоспитать на правильных ценностях, а не на ценностях культа смерти, культа убийств, насилий и всей той мерзости, которую им прививают сегодня. Михаил, мой еще один вопрос. Вы уже говорили об Азербайджане, ставили нас в пример, за что мы очень благодарны. Мы благодарны Израилю, всегда будем благодарны за поддержку во время Карабахской войны. О том, что в Азербайджане никогда не было антисемитизма, это, конечно, давно известно. Тысячи евреев живут в Азербайджане, воевали за Азербайджан, у нас есть национальный герой еврейской национальности. И вне зависимости от места проживания поддерживают Азербайджан. Что мешает другим светским мусульманским странам следовать примеру Баку? Вы знаете, я считаю, что вы первый народ среди всех мусульманских народов мира, который идет таким путем. Я всегда привожу вас в пример. Но многие уже начинают следовать за вами. Одна из таких стран, это, конечно же, Казахстан. Удивительная страна. Опять-таки, и Киргизия. А если говорить не на бывшем советском пространстве, то это, конечно же, Объединенные Арабские Эмираты. Это Бахрей. И даже в Саудовской Аравии, в которой мы стремительно идем, чтобы заключить мир и создать дипломатические отношения, среди молодежи огромное количество людей терпимых, людей умных, образованных, которые хотят с Израилем дружить. И которые уже сегодня делают бизнес с нами. И кооперируются с нами. Поэтому я считаю, что хотя первенство, безусловно, у вас, а потом долго-долго никого нету, но вместе с тем многие страны пойдут по вашим стопам в нормализации и в дружбе между нашими народами. Михаил, не политические вопросы, может, даже не относящиеся к теме, но вы бывали вот в Азербайджане. Как вы узнали именно, захотели посетить, да, возникло желание посетить Азербайджан? Что способствовало или кто способствовал, возможно, этому? Я не могу не упомянуть моего дорогого близкого друга и брата, человека, который называл себя Гардаш. Это Арье Гуд, благословенной памяти. Я верю, что он жив, он в раю, он удивительнейший светлый человек. Тот, который сделал так много для того, чтобы Азербайджан и Израиль были ближе друг к другу, еще ближе. Он привез меня первый в Азербайджан. Он мне многое рассказал и показал. И у нас было с ним несколько поездок, я думаю, три или четыре мы успели сделать. Кстати, он познакомил и нас с вами лично и привел меня на ваш уважаемый канал. И с такой любовью, с такой нежностью, с какой он говорил о Баку, Азербайджане, об этой земле, мало кто говорил. И он взял вот эту частичку себя и передал ее мне. Да пребудет его душа в раю. Да, действительно, светлая память Арье Гуду. Мой последний вопрос к вам, Михаил. Мы начали с темы Холокоста и хотелось бы этой же темой и закончить. Почему сегодня так важно помнить? Вы знаете, важно помнить, чтобы это не повторилось. Как сказал классик, народ, который не знает своего прошлого, он будет вынужден его повторить в самой жуткой, гротескной форме. Мы обязаны учить этому наших детей. Мы обязаны понимать, что звериное начало во многих людях, оно очень сильно. И стоит появиться новому фюреру, неважно где, и бросить этот клич, и миллионы пойдут убивать, и будут думать, что это наивысшая форма добра. Поэтому мы обязаны учить, рассказывать, говорить и бороться со злом, бороться с образованием, светом, тепла и добра. И прививать другую идеологию нашим детям и нашей молодежи, идеологию созидания добра и любви. Спасибо вам огромное за очень интересный ответ и, впрочем, как всегда. Спасибо за участие. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Всего доброго. Мира Израилю. Спасибо вам. Мира Азербайджану. Спасибо. О том, почему важно помнить Холокост и когда закончится война Израиля и Хамас. Мы говорили с израильским специалистом по международному праву и международной политике, комментатором политических и религиозных вопросов Михаилом Финкелем.